Первый объект, который посетил губернатор в свободном – будущий путепровод. На месте строительства рабочие ведут земляные работы по переустройству линии электропередач. При этом уже завершено бурение, армирование и бетонирование буронабивных свай. «Фундаменты сделаны от бурена. Забитый СВСУ шпунт. Сейчас идёт разработка карпована для сооружения розбитных». На строительство моста было выделено свыше 1 миллиарда рублей. Большая часть федеральных средств уже поступила. Ввод объекта запланирован на следующий год. Затем Василий Орлов осмотрел строительную площадку, где возводят отчистные сооружения города. Готовность объекта составляет 60%. Каркас здания уже возведён. Сейчас ведётся монтаж инженерных сетей. Сдать отчистные сооружения в эксплуатацию планируют в следующем году. «Строительная готовность 100%. Документы они подали на ввод эксплуатации администрации. Буквально вчера мы их подписали. Готовим пакет документов для подрядчика». Это новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство в «Свободном» началось в прошлом году. Помимо спортивного зала, фоки оборудовали тренажёрные, фитнес-залы, столовую и методические кабинеты. На проведение всех работ при возведении этого объекта было выделено более 280 миллионов рублей. Также глава региона посетил сквер, расположенный в районе городского стадиона. На его обновление было направлено более 35 миллионов рублей. После реконструкции в сквере появились качели и лавочки, новая плитка и освещение. «Здесь у нас будет штат, в том числе с технологом, с директором комбината, который будет в том числе сегодня нам разрабатывать 10-дневное меню, просчитывать всю калькуляцию, всё как положено, которое будет контролировать качество изготавливаемой продукции, держа под контролем весь наш район». О том, как в школах Ивановского района планируют организовывать систему питания, главе области рассказали в селе Березовка. Местная школа получила почти 800 тысяч рублей. На эти средства запланировано создать комбинат питания, который будет обеспечивать полуфабрикатами другие образовательные учреждения района. Новое оборудование получила и столовая школы села Кустанаевка Белогорского района. Впервые за последние 35 лет здесь обновили пищеблок. На эти цели ушло более 4,5 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Здесь же губернатору доложили о выполнении поручений по разработке стандарта питания школьников. «Мы сейчас, Василий Александрович, все ваши предложения, замечания, поручения обобщили, всё это включили в техническое задание на разработку стандарта питания. К 31 декабря срок выполнения этого стандарта». Всего на закупку современного оборудования для школьных столовых из бюджета при Амуре выделено 120 миллионов рублей. Вся техника поступит до конца декабря.